Пешеходный переход у платформы «Ипподром» по-прежнему в числе наиболее травмоопасных. В подавляющем большинстве причина трагических случаев – пренебрежение гражданами правил безопасности. Сотрудники администрации Раменского округа, административно-пассажирской инспекции Московской области и транспортной полиции регулярно проводят рейд у платформы «Ипподром». Этот рейд проводится в связи с тем, что в субботу здесь произошло травмирование мужчины, который пытался проникнуть на перрон платформы, минуя турникеты и поднимался со стороны железнодорожных путей на платформу. В результате был смертельно травмирован подходящим электропоездом. Пешеходный переход у платформы «Ипподром» оборудован необходимыми элементами безопасности. Установлено ограждение, размещены информационные щиты, исправно работает звукосветовая сигнализация. Некоторые граждане в целях экономии средств пытаются пролезть на платформу, не проходя через оборудованные турникеты, прыгают с платформы. И вот один такой случай произошел на этой неделе. Хотелось бы обратить гражданам, не экономьте, пожалуйста, на приобретении билетов. Жизнь бесценна. Приобретайте билеты, проходите на перрон платформы, приобретая билеты и проходя через турникеты. Необходимо соблюдать меры безопасности при нахождении в жизнодорожной инструктуре, что убережет от таких случаев. Каждый такой случай – это не просто случай травмирования. Это потеря семьями, своих близких, родственников. Кто-то теряет друзей, знакомых, кто-то коллег. Поэтому хотелось бы еще раз предупредить, что нужно проходить переход на разрешающие только сигналы. Нельзя проходить на запрещающие сигналы сигнализации. Находясь на платформах, не подходить близко к краю платформы, соблюдать меры безопасности, что убережет от неприятных последствий. Участники профилактического мероприятия обращали особое внимание на поведение людей на этом участке железной дороги. В ходе рейда с гражданами проводились разъяснительные беседы о правилах перехода железнодорожных путей и вручены тематические информационные буклеты. Алена Иванова, Игорь Чернышев для программы «Городские вести».